На парадку дня сессии одно пытание об затверждении на посаде старшине Берозовского райвыконкама Леонида Мартынюка. Одиноголосным решением депутатский корпус района подтримал пропонованную кандидатуру. Звертающийся до аудитории, керавник в области Анатолий Лис подкреслил, змена районной влады совсем не по причине древних покажек в работе попередника. На дворот Юрий Наркевич, который развитию Берозовщины просвятил 11 годов своей працованной биографии, отримал больше высокую посаду, керующего справами областного виконавчого комитета. Минавито под его керавництвом Берозовский район вышел у областные лидеры. За значный уклад у развития Берозовщины от районного совета депутатов Юрию Наркевичу уручена гоноровая грамота. Но работаем мы с вами не ради наград, не ради премий, а для того, чтобы лучше жили наши люди. Я, конечно, хочу, чтобы вы поддержали все Леонида Алексеевича. Новая команда, новые задачи, и Берозовский район должен опять пойти вперед. Я вам это пожелаю, и, конечно, готово к каждому всяческому содействию, если оно будет нужным. Я, конечно, благодарен нашему губернатору Анатолию Васильевичу за то, что он мне предложил новый ответственный участок работы. Я, конечно, постараюсь не подвести. Леонид Мартинюк мае три высшейшие эдукации, у тим ліку – экономичную. Займав разные керующие посади на широкое предприятие. На протягу восьми опошних годов працовал в Комитете экономики Абл-Ваканкама. С 2013-го на посаде старшини. Звертающийся в Диаго, керорник в области пожелал не только заховать, сделанное попередником, а и премножить. Придется очень много работать. Хотя кадры в Березовском районе подобраны. Я многих знаю, и в сельском хозяйстве, и на предприятиях часто мы встречаемся. Поэтому, конечно, база для этого есть. Показатели района, они неплохие на сегодняшний день. Хотя также есть на чем работать. Повеличение объема валовой продукции у сельско-господарцы. Поляпшение экономики промысловых предприемств. Протягнение замежных инвестиций. Это и не только задача, успея приоритетов нового керорника района. Понимая, что сделан огромный задел в той ситуации, в которой сейчас находится район, безусловно, необходимо, не снижая темпов, продолжать и модернизацию сельского хозяйства. Безусловно, необходимо, поскольку это промышленный район, уделять большое внимание именно развитию промышленного комплекса. Кроме этого, трудовая дисциплина, безусловно, соблюдение технологии. Но и в целом, те задачи, которые поставлены, озвучены и перед депутатским корпусом, обязуемся выполнить и выполнить на достойном уровне.